Музыка Крупнейшее в регионе предприятие ТО «Радуга» увеличило объемы производимой продукции. На металлопластиковом заводе запущены две новые линии. Проект реализуется в рамках госпрограммы «Экономика простых вещей». Пластмассовые ведра, полиэтиленовые пакеты. Без этого не представляет своего быта любая хозяйка. Эти предметы настолько прочно вошли в обиход, что их значимости мы не придаем особого значения. А попадают бытовые предметы на кухне и ванные комнаты североказахстанцев из цехов компании «Радуга». Надо сказать, что с данным производством предприятие знакомо уже давно. Выпускать пластиковые изделия начали 21 год назад. Ассортимент продукции растет ежегодно. В рамках программы «Экономика простых вещей» предприятие оформило кредит на 270 миллионов тенге по субсидированной процентной ставке и приобрели установку для изготовления полимерных люков. Для этого построили отдельный цех. Приобрели новое оборудование в цех по производству пластмассы для изготовления ПЭД-приформы для дальнейшего выдува бутылок. Раньше мы закупали эти приформы, крышки. Сейчас мы будем полностью изготавливать это все на новом оборудовании. Данную машину мы сейчас запускаем в работу, настраиваем, идет наладка. Мы в дальнейшем будем самостоятельно изготавливать данные приформы. Эти приформы используются для производства жидкого мыла и других гигиенических моющих средств. Данное оборудование в ближайшее время, сейчас уже идет непосредственно наладка. Ну, я думаю, уже в этом месяце, допустим, дополнительное рабочее место, экономия материалей, то есть, ну, собственное производство. Канализационные крышки нового поколения, которые здесь производят, состоят из песка, полимеры и черного пигмента. По прочности ничем не уступают чугунному, а стоят в четыре раза дешевле. Грубо говоря, люк делают из отходов. Один полиэтиленовый пакет разлагается годами и создает угрозу для экологии. Но теперь накопленный мусор идет в дело. После тщательного отбора полимеры дробят и смешивают с песком. Всю полученную массу плавят при температуре до 300 градусов и отправляют в пресс-форму. И получают канализационные люки. На каждый нужно около 20 минут. Процесс происходит в начале переработанного пластика, который собирается по городу. Мы его перерабатываем, дробим. И получается, получается у нас дробленка. Мы эту дробленку засыпаем непроцессивно в станок. Добавляем туда песок, краситель. При высокой температуре экструзии получается у нас масса. Масса расплавленная, мягкая. Мы ее вложим в пресс. Пресс под высоким давлением. Мы его сжимаем, прессуем и охлаждается. Получается песчано-полимерный люк. На люк где-то минут 15 уходит у нас. Полностью цикл производства. Но пока такого норматива нет у нас. Мы только выходим на производство. 50-50 люков где-то делаем. Смену за 12 часов. В новом цехе работают 4 человека. Необходимо отметить, что программа экономика простых вещей, популярна среди предпринимателей региона. Изготавливают здесь полимер-песчаные люки, которые устанавливаются над смотровыми колодцами для обеспечения доступа к подземным коммуникациям и канализации. Номинальная нагрузка 1,5-15-25 тонн. Производительная мощность 400-500 люков в месяц. Оборудование, пресс и нагревательный аппарат, в который загружается сырье, песок, который к нам приходит как читава, и полимеры, которые получаются в ходе изготовления гранулы, литники, браки наши, и с участка сортировки раздельного сбора мусора. То есть со всего Казахстана сырье приходит туда на участок, где уже тщательно отбирают. И сырье, которое не подходит для изготовления бытовых, ну, изделий хозяйственно-бытовых назначения, складируется на складе. Все, далее здесь уже на участке дробится материал, и смешивается с песком, и плавится в данном аппарате. Для этого был изготовлен специально новый цех, то есть созданы новые рабочие места. То есть данный аппарат может обслуживать двое человек. Ну и по разным сменам, то есть 4-6 человек новых рабочих мест. Продукция завода востребована на рынке. Она конкурентоспособна, так как цена на нее вполне доступна. Вот эти тазики и ведра, когда-то были лишь простыми бутылками и пакетами. Но не все так просто и быстро. Предлагаю посмотреть весь процесс от начала до конца. Вот такие желтые корзины во дворах многоэтажек видел каждый. Казалось бы, отсортировал и выкинул, и вот уже мусор уходит на переработку. Горожане не скупятся, бросают в контейнеры все, что угодно. Частенько бросать сюда текстиль, думая, что это благотворительная какая-то сетка, и кто-то будет это одевать. Строительные отходы тоже, которые вроде бы пластик кажутся, но этот пластик не перерабатывается. Это с ПВХ сделано. И такое частенько попадается. Так же вы можете обратить внимание тряпки, обои. И строительный мусор в принципе нельзя бросать. Собранные отходы мусоровоз увозит на завод. Самое интересное начинается на сортировочной ленте. Не все, что попало, попадает в переработку. Именно перерабатываем мы пластик маркировкой 1П, 2ПНД, 4ПВД. Имеется в виду бутылка из-под напитков, соки, бывает бытовая химия в них, мыло такое, ну тонкие. ПНД это канистры, следовательно, из них канистры, бытовая химия, также опять же твердые упаковки бывают. Из них производим трубы для канализации из этого материала. И четвертая маркировка ПВД – это мешочки, полиэтилен, ну в общем полиэтилен. Из них также делается гранула, которую вот засняли. Потом делаем мусорные мешки, где-то добавляем продукцию непищевого сектора для товаров народного потребления. Поступившие отходы сортируются на разные фракции, затем объемные бутылки и ящики попадают под пресс, проходя систему очистки и дезинфекции. С них удаляют этикетки и отправляют на переплавку. Уже из этого аппарата выходят гранулы, так называемый флекс. Пакеты и упаковки дробятся и также проходят обработку. Им, как и бутылкам, предстоит стать новым сырьем для новых мешков и пленки. Кстати, оборудование тут применяется самое современное. Оно соответствует всем международным экологическим требованиям. Многоступенчатая система дезинфекции и процесс охлаждения требует много воды. Ее здесь также очищают сами. Благодаря этому большой комплекс не загрязняет природу сточными водами. Переработанный пластик здесь превращается в самые разные вещи. Пакеты, пленки, упаковочный материал и люки. Этим и уникальное предприятие «Радуга». Все бракованные изделия получают вторую жизнь. Да, тут же у нас дробится, тут же гранула делается, тут же новые изделия. Процент брака, ну у нас прям по нормам заложено, где-то 8% брака. На пленки и 1,5% брака на других изделиях. Переработка вторсырья и производство новой продукции – это не только забота об экологии, но и новые рабочие места. Объем работы очень большой. Виды продукции у нас с пленки, если начинаем, то в районе 3 тонн в смену. То есть за сутки 6 тонн продукции. Потом уже с этой пленки у нас идет производство пакетов. Тоже, ну к каждой позиции где-то там по тысяче рулонов в смену. Там позиции 5, например. Все изделия из пластмассы, там тоже у нас от 1000 до 10 продукции. На производстве у нас в районе 100 человек. То есть, ну, большая часть – операторы. Также у нас мастера, технолог и дирекция, бухгалтерия. Кто знает, может и вам попадется ведро, сделанное из бутылок, которую вы выбросили в желтый контейнер. Но даже такой полный цикл не решает проблему бытового мусора. Усилия одной компании не хватает. Решение одно – всеобщая сортировка и осознанное потребление. Ведь лишь 5% петропавловцев подвергают отходы переработки на этом заводе.